На ваших экранах программа «День города» в студии Марина Комиссарова. Здравствуйте! В ближайшие 15 минут мы расскажем вам о событиях прошедших выходных и первого рабочего дня. Главные темы на сегодня. Обгон ценой в 4 жизни. Трагическое ДТП в Сасовском районе. Освободиться от зависимости. В Медицинском университете состоялась Всероссийская конференция психотерапевтов. Чиновничий беспредел. В суде завершается рассмотрение громкого дела о налоговике-взяточнике. Год назад двое высокопоставленных сотрудников налогового управления задержаны с поличным при получении отката в сумме более миллиона рублей. Уголовное дело в отношении заместителя руководителя УФНС России по Рязанской области Алексея Новикова едва уместилось в 44 тома. Напомню, в январе он был задержан с поличным при получении взятки в своем кабинете в размере 1 миллион 140 тысяч рублей. Свою высокую должность господин Новиков получил в 2012 году и сразу решил воспользоваться служебным положением и установить новые нелегальные правила. Начал требовать с предпринимателей деньги за возмещение НДС. Новиков вместе с десятками журналистов смотрел издание суда через прутья решетки. Уголовное дело объединило шестерых подсудимых. Каждый получал свою долю. Откат в 10% от кругленькой суммы обеспечивал Новикову безбедное существование. Самих предпринимателей избавляло от лишних нервов. На законные обжалования решения могли уйти годы. Когда-то в молодости работал следователем. Он представлял, как вся эта деятельность его может быть выявлена. Что для этого нужно. Поэтому он решил, первое, напрямую не общаться с представителями организаций налогоплательщиков, а привлечь для этого в качестве посредников своих подчиненных сотрудников. В частности, начальников 2-й и 6-й налоговых инспекций. Но посредники тоже не торопились снимать маски и не собирались работать даром. В свою очередь, для общения с предпринимателями они привлекли своих знакомых. О том, что звеньев криминальной цепочки становится все больше, господин Новиков не знал. С лета 2013 года по январь 2014 в общей сложности ими было получено около 5 миллионов рублей. Основная часть шла Алексею Новикову, меньшую подельники делили между собой. Выявили преступления сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции. Чернышев был снабжен видеозаписывающей аппаратурой, контролем оперативных сотрудников. Примерно в 9 часов утра он зашел в кабинет к Новикову, передал тому денежные средства в сумме 1 140 000 рублей. Примерно в это же время денежные средства Новикову передал Анисимов в сумме 958 000 рублей. И Новиков был задержан, был выявлен параллельный эпизод Анисимова. Тогда Алексей Новиков свою вину не признал, но в ходе следствия почти через полгода оперативники выявили еще один эпизод, который, как оказалось, был самым первым. Тогда посредников тоже было двое. Один из них – давний друг Алексея Новикова. Но после получения денег помощники отказались сотрудничать дальше и рисковать своей свободой. Его показания немного отличались по фактической стороне от тех показаний, которые давали Анисимов и Чернышов. В частности, он говорил, что инициатор получения этих денег не он, а Чернышов и Анисимов. Они сами его к этому склонили, просто чтобы замаслить его как руководителя. Окончательное решение, сколько в итоге лет придется провести в тюрьме и какой штраф заплатить, господин Новиков и его подельники услышат только в среду. Мы будем следить за развитием событий. В зависимости, прежде всего, алкогольное и наркотическое давно признаны глобальными проблемами современного общества. Бороться с зависимостями пытаются врачи разных профилей. Но на настоящее время ведущее место в лечении больных хроническим алкоголизмом и наркоманией занимают психотерапевтические методы. В то время, когда медикаментозная терапия главным образом предназначена для проведения дезинтоксикации и лечения алкогольных психозов, психотерапия направлена на работу с личностью больного. Существует множество разных психотерапевтических подходов и методов для лечения зависимости. Самые новые и эффективные обсудили специалисты в рамках Всероссийской научно-практической конференции с международным участием в Рязанском государственном медицинском университете. Те, кто сталкивался с проблемой зависимости у себя или близких, знают, насколько любое заболевание такого рода портит жизнь не только зависимого, но и всего его окружения. Избавиться от зависимости иногда представляется нереальной задачей. Однако в современной психотерапии есть методы, способные повлиять на человека, попавшего в цепкие объятия алкоголя или наркотиков. Ученые из разных городов России, а также из стран Балканского полуострова собрались, чтобы обсудить вопросы борьбы с зависимостями с помощью трансакционного анализа. Это большое событие у нас сейчас. У нас фактически российско-балканская конференция. У нас здесь гости из России, естественно, со всех городов и из Сербии, из Черногории. И это психотерапевтическая конференция. Она значимо посвящена в основном психотерапии, алкогольной зависимости и наркомании. Наиболее ценными для практикующихся специалистов станут мастер-классы от психотерапевтов с мировыми именами. Сегодня конференция посвящена вопросу игр, в которые играют наркоманы, потому что проблема наркотической зависимости очень распространена в современном мире. И транзакционный анализ очень качественно помогает справиться с этой проблемой. Данная конференция аккредитована Координационным советом по развитию непрерывного медицинского образования Российской Федерации и даст старт аккредитованным учебным мероприятиям для медицинских работников в Рязанской области. Поэтому помимо укрепления связей с зарубежными коллегами, конференция имеет особое значение для участников. Пройдя все секции, воркшопы и мастер-классы, они получат 22 аккредитационных балла. Мы сейчас живем, вот с этого начиная года, в эпоху очень интересных перемен в дополнительном профессиональном образовании, там, где врачи повышают свою квалификацию. Теперь мы наблюдаем качественные изменения этой системы, не просто циклы повышений, там раз в пять лет, а ежегодно врач будет повышать квалификацию. В том числе ему нужно обязательно иметь вот такие аккредитованные мероприятия, как конференция в формате образовательных мероприятий конференции. И эта конференция, она имеет для нас очень большое значение. ВУЗ в этом случае оказал значительную помощь работникам здравоохранения нашей области и других областей. ВУЗ взял на себя работу по аккредитации этого мероприятия совместно с профессиональным сообществом. К борьбе с зависимостями очень важно подходить комплексно. Как отмечают все специалисты, огромную роль играет и желание самого пациента излечиться. Но, как известно, одной из проблем зависимых является именно отрицание существования зависимости. Сплочение усилий и обмен опытом специалистов из разных стран – большой шаг в деле борьбы с болезнью. Действительно, наша работа, работа медиков, работа других министерств и ведомств, мы об этом постоянно говорим. И сама проблема не стоит на месте, она движется вперед. Поэтому для того, чтобы с ней эффективно бороться, надо обсуждать возникающие сложности, трудности. Здесь говорится о новых системах, о новых методиках, о новых принципах диагностики, реабилитации, лечения. Поэтому все новое, об этом надо говорить, это надо обсуждать. Всероссийская конференция с международным участием, посвященная психотерапии и влечении зависимости, прошла уже в третий раз. В рамках конференции психотерапевты обсудили комбинированные подходы борьбы с алкой и наркозависимостью, применение семейной терапии в лечении и другие вопросы. Столько книг и кино посвящены подвигам собак и их друзей-кинологов. Пограничный пес Алый. Ко мне Мухтар. Их сюжеты взяты из жизни. Прототип Мухтара собака Султан сумела не только выжить в блокадном Ленинграде, но и поймать там 200 преступников. С 1906 года в России собак начали использовать для несения службы в уголовном розыске. Три года спустя появилось первое кинологическое подразделение, на базе которого появилась школа дрессировщиков МВД. А вот профессиональный праздник кинологов родился совсем недавно, только в 2004-м. И завтра есть официальный повод порадовать своего питомца сахарной косточкой. Ежедневно служебно-розыскные собаки наравне с сотрудниками полиции несут службу в различных подразделениях системы МВД. Только в отличие от людей, четвероногие помощники заступают на работу не взрослыми, а щенками. Свои навыки они приобретают под руководством полицейских кинологов, после чего сдают экзамены. Работают наши служебные животные на досмотре транспорта, обеспечении безопасности персонала, охране общественного порядка прилегающей территории, в том числе с использованием собак по противодействию проникновению наркотических средств. Собака, она как маленький ребенок. То есть есть кнут, есть пряник. То есть если человек это понимает, он собаку поставит и на след, и на задержание, и общее послушание. Кинологическая служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний существует уже более 20 лет. Это городок служебных собак исправительной колонии номер 6. О местных чемпионах мы уже рассказывали в одной из программ. Терпение является основным качеством в работе кинолога, потому что они должны найти общий язык не только между собой, но еще и со служебными животными. Со времени нашего последнего приезда многое изменилось. Кроме просторных вольеров, специально оборудованной для выгула и тренировок территории, персонального лазарета для животных появилось еще несколько поводов для гордости. Полностью отремонтированная кормокухня, обновленный кабинет старшего группы, оборудованное помещение с погребом для хранения продуктов. Меню, как у космонавтов, собственно, и задача не проще. Каждый пес должен знать, когда терпеливо ждать команды, а когда и зубы показать. Так выглядит работа разыскных собак по двойному задержанию преступника. Выступали две собаки Маха и Багира, однополые собачки, то есть дрессировки проводятся регулярно. Они неоднократные чемпионы по Рязанской области. Задача только со стороны кажется несложной, но каждый кинолог скажет, как важно в данном случае научить собак даже в тандеме четко выполнять свою функцию, не отвлекаясь на партнера. Настоящий преступник в такой ситуации вмиг забудет обо всем. Недаром каждый год четвероногие воспитанники кинологической службы в Син-Паризанской области становятся призерами всероссийских соревнований. От имени руководства Управления Федеральной службы исполнения наказания хочу поздравить специалистов кинологов с их профессиональным праздником, пожелать им здоровья, счастья их семьям, карьерного роста и успехов во всех их делах и начинаниях. Мы продолжаем наблюдать за ходом экспедиции «Кадьяк-2016». Напомним, рязанские исследователи-путешественники изучают состояние переносов на острове Кадьяк. К настоящему моменту экспедиция завершила прохождение первого сухопутного участка переноса. Позади остался первый перевал из залива Переноса. Воздух он смотрелся весьма перспективным с точки зрения использования лодок. Но по жизни оказалось все не так. Большую часть пришлось пройти пешком. Я думаю, что в начале 20-го столетия вряд ли бы алиуты, русские промышленники, священники стали бы использовать этот перевал именно в таком виде. Он слишком тяжелый. Достала эта трава. Ужас. Морж. Одними из самых опасных среди особо тяжких преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации, являются убийства. В областной прокуратуре нашей съемочной группе рассказали о результатах анализа судебной практики рассмотрения уголовных дел об убийствах в Рязанской области. Уголовное законодательство подразделяет убийство как простое, курифицируется по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, и убийство с отягчающими обстоятельствами, курифицируется по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. В качестве основного наказания санкции статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает только лишение свободы. По части 1 это от 6 до 15 лет, по части 2 от 8 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы. По результатам рассмотрения уголовных дел данной категории в 2015 году осуждено по части 1-й и 105-й 38 лет, по части 2-й и 105-й 11 лиц. Осужденным лицам назначалось наказание в виде лишения свободы по части 1-й статьи 105-й УК РФ на срок от 6 до 13 лет, по части 2-й статьи 105-й УК РФ на срок от 8 лет до 9 месяцев до 19 лет. Одному осужденному назначено пожизненное лишение свободы. По результатам рассмотрения дел данной категории лица не оправдывались. Как правило, наиболее часто убийства совершаются на бытовой почве. Судебной коллегией по уголовным делам Рязанского областного суда по результатам судебного рассмотрения уголовного дела с участием государственного обвинителя прокуратуры Рязанской области 12 мая 2016 года оставлен без изменений приговор Сапожковского районного суда от 26 февраля 2016 года в отношении совершившего убийство своей знакомой жителя Сапожковского района. Преступление было совершено 31 августа 2015 года. После совместного распития одного литра водки между осужденным и его знакомыми произошла ссора, в ходе которой последнее стало высказать в адрес осужденного оскорбительные выражения. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в прихожей своей квартиры осужденный нанес женщине не менее двух ударов кулаком в голову и один удар ногой в область грудной клетки. Затем, продолжая реализовывать свой преступный умысел по убийству, взятым со стола кухни и хозяйственным ножом нанес он не менее двух ударов в живот. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Приговором суда, который в настоящее время вступил в законную силу, осужденным назначен наказанием в виде лишения свободы сроком на 10 лет с обвыванием в исправительной колонии строгого режима. Трагическое ДТП около села Гавриловское Сасовского района унесло жизни четверых человек. Такой исход стал результатом столкновения двух легковых автомобилей. ...где произошло столкновение с автомобилем «Жигули» четвертой модели. В результате ДТП водители два пассажира «Жигули» погибли и один пассажир получил травмы. В автомобиле «Жигули» четвертой модели погиб водитель и один пассажир пострадал. На месте аварии до сих пор работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП уточняются. В настоящее время на планете зарегистрировано около 20 миллионов беженцев и 25 миллионов внутренне перемещенных лиц. По данным Федеральной миграционной службы России, в период с 2008 года ежегодно с заявлениями о предоставлении убежища в нашей стране обращаются десятки тысяч человек. Но есть и негласная статистика, которая касается нарушителей миграционного законодательства. Незаконные мигранты не только портят свою репутацию, но и создают негативный образ переселенцев в сознании граждан страны, в которую приехали. Знакомая летняя картина. Бесконечные грядки с огурцами возделывают люди, готовые прямо рядом с теплицами жить. Руководители предприятий в Рязанском и Михайловском районах больше переживали за урожай, чем за соблюдение закона. Во время проверки сельхозпредприятия, расположенного в Михайловском районе, на котором работают около 40 иностранных граждан, было выявлено и пресечено 6 нарушений. На троих иностранных граждан за незаконную работу были составлены протоколы об административном правонарушении. Один за другим из теплиц выходят многочисленные работники. Кто опускает глаза, кто улыбается, кто недоволен, что помешали трудиться. А вы что тут делаете? Работаем. А что делаете-то? Ворвите! Огурцы сажали. В ходе рейда выявлено 18 нарушений миграционного законодательства. Перебирая в руках документы, каждый такой сотрудник прекрасно знает, какой бумажки не хватает для того, чтобы спокойно работать на законных основаниях. В отношении пяти иностранных граждан будет проведена процедура выдворения за пределы страны. Административные материалы составлены и на работодателей, которые незаконно привлекли мигрантов к работе. Сотрудники полиции напоминают, что рейды будут продолжаться. Акция «Отдыхай дома!» фестивальное лето, приуроченное к открытию летнего туристического сезона, стартовала в регионе. В мероприятии примут участие представители Туристского информационного центра Рязанской области, региональной туристской индустрии, администрации муниципальных образований области. В рамках акции планируются мастер-классы, фото-конкурсы и презентации программ летнего отдыха в районах области. Акция «Отдыхай дома!» фестивальное лето в Рязанской области организована с целью привлечения внимания жителей и гостей региона к туристским ресурсам и событийным проектам родного края. В этом году в нашем регионе состоится немало интересных мероприятий. Фестиваль «Гончаров» в Скопине, «Золотая ладья» в Касимове, «Малина и битва на Воже» в Рыбновском районе, «Слава Добрыни» в районном поселке Шилова, «Закой» пасутся «Ко» в Рязанском районе и праздник «Старая Рязань» в Спасском районе. Это все новости минувшего понедельника. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего вечера! Субтитры создавал DimaTorzok